Под эгидой БРСМ ежегодно свое рабочее место получают сотни ребят. Студенты, учащиеся школьники. Ребята объединяются в студотряды, чтобы строить дома, собирать урожай, заботиться о детях в оздоровительных лагерях, наводить порядок на родной земле и, конечно, принимать активное участие в возведении социально значимых городских объектов, появление которых приурочено к тысячелетию Бреста. В этом году активисты Союза молодежи трудились на многих стройках миллениума, западном обходе, автовокзале, учреждениях образования в заречной части города. Третий трудовой семестр сейчас в самом разгаре. На данный момент у нас трудоустроено в 135 отрядах более 1700 человек. Поэтому планка идет. Я думаю, с каждым днем количество отработавшихся студенческих отрядов увеличивается. Очень замечательно в том, что студенческие отряды работают по разным направлениям. Есть сельхозотряды, экологические отряды. Мы сегодня празднуем день студенческих отрядов. Это тоже замечательно. Это показал третий диалог, где мы с ветеранами студотрядовского движения и молодежь, которая трудится в данное время, смогли пообщаться, поделиться своим опытом, своим мнением. И это общение, я думаю, дает свой результат. Потому что действительно ребята ощущают, что они находятся в большой команде, в большой студотрядской семье. Да, они проводят лето работаем, не ищут отговорок, сдают сессию и идут трудиться. С начала 2019-го Брестская областная организация БРСМ дала возможность надеть куртку-бойцовку настоящего студотрядовца и провести лето с пользой свыше 1700 юношей и девушек. Самыми популярными направлениями работы молодых кадров были и остаются уборка урожая и стройка. Опытные бойцы признаются, благодаря студотрядам можно не только кошелек пополнить, но и опыта набраться, а также внести свой вклад в развитие города. Начало было положено со второго курса, это атомная электростанция. На третьем курсе это школа Яслисад здесь в Бресте. И вот на четвертом здесь на автовокзале трудились. Ключевые объекты города и поэтому поучаствовать в создании их, я считаю, это очень важно. Потому что потом можешь ехать, показывать и гордиться, что ты здесь принимал участие, получил какой-то опыт, ну а также заработать. Словом, с пользой проводить не только лето, но и весь студенческий период обучения в БРСМ приглашают всех желающих. Направлений масса. Поработать и набраться опыта можно в строительных, педагогических, сервисных и сельскохозяйственных отрядах на протяжении круглого года. Сегодня возможна организация вторичной занятий молодежи круглогодично. Это гарантирует 181 указ главы государства об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь. Конечно же, отчасти локомотивом в вопросах организации вторичной занятости молодежи являются территориальные комитеты БРСМ, где, в принципе, и можно оставить заявки на трудоустройство молодежи.